Между Минском и Пекином более 6000 километров. С 1 мая две страны связывают и прямой воздушный маршрут. Летать без пересадок теперь можно 4 раза в неделю. Мы же перенесемся в Китай куда быстрее. Наш корреспондент Ольга Макей провела в Поднебесной неделю и объехала сразу несколько городов. Почему в КНР называют Беларусь одной из важнейших стран в Европе и как цифры взаимной торговли удалось увеличить в 100 раз? Во что готова инвестировать одна из сильнейших экономик мира? О новом шелковом пути не только. Наш следующий материал. Китай одна из мощнейших экономик мира с крупнейшими на планете золотовалютными резервами. Идва ли не 4 триллиона долларов. Это больше чем накопление всех стран еврозоны вместе взятых. Возможность вкладывать средства есть, поэтому Поднебесная в поиске надежных инвестиционных партнеров. Беларусь уже значится в этом списке. Беларусь и Китай уже реализуют десятки совместных проектов. Но как часто говорят политики, потенциал не исчерпан. В Пекине рассчитывают ускорить взаимодействие и увеличить цифру взаимного товарооборота. Позволит встреча лидеров двух государств. Для нас Беларусь одна из самых важных стран в Европе. Она обладает удобным географическим положением. С учетом большой взаимодополняемости экономик в Беларуси и Китае, потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. В последние годы мы являемся свидетелями успешной реализации совместных проектов, которые дают хороший экономический эффект. Визит Си Цзиньпиня поднимет на новую высоту наше взаимодействие в области энергетики, высоких технологий и электроники. Хороший пример китайско-белорусский индустриальный парк. Можно сказать, он носит образцовый характер. Великий Камень станет крупнейшим индустриальным парком для Китая за рубежом. На площадке в Беларуси будут сконцентрированы самые высокотехнологичные производства. Микроэлектроника, тонкая химия, биотехнологии. Среди потенциальных резидентов парка уже значатся полтора десятка крупнейших корпораций, в их числе ZTE и Huawei. Кроме того, Великий Камень в будущем послужит опорной площадкой нового шелкового пути. Я называю это жемчужиной. И хочу, чтобы так было. Это очень серьезное новое технологическое производство. Мы обязаны сделать это так, чтобы они заработали и показывали экономику будущего. Индустриальный парк – крупнейший совместный проект Минска и Пекина. Но на этом сотрудничество не замыкается. Активно идет взаимодействие с регионами. Сюйджо находится в одной из самых экономически сильных провинций Китая. Население небольшого по местным меркам города почти как в Беларуси, без малого 10 миллионов человек. Основы экономики – промышленность. Развивают здесь химические, угольнодобывающие и машиностроительные производства. Эта корпорация в городе Сюйджоу занимает пятое место в мире по производству дорожно-строительной техники. А по продажам экскаваторов на первой строчке за прошлый год реализовано 6000 машин. Продукция экспортируется в 169 стран мира, в том числе и в Беларусь. Производят здесь и карьерные самосвалы. Фактически прямые конкуренты Белазу. Тем не менее, с белорусскими предприятиями активно сотрудничают. Ваш Белаз – известный бренд во всем мире. Наши машины похожи, но у них есть свои особенности. С Беларусью мы ведем активное сотрудничество. В ближайшее время хотим посмотреть, как работает Амкадор. Возможно, сделаем на территории Беларуси сборочное предприятие. Уже действует рабочая группа по перспективам создания у нас совместного предприятия с вашим Гомсельмашем. На севере Китая уже не первый год собирают белорусские тракторы и комбайны. Несмотря на то, что здесь хватает и своих производителей, белорусская техника пользуется спросом. В планах создание еще двух совместных производств в провинциях. Аграрный комплекс Китая – это в основном фермерские хозяйства. Вот так выглядит одно из них. В теплицах уже созрел урожай помидоров, в полях спеют зерновые. Фермеры делятся. Для таких небольших площадей не хватает тракторов малой мощности. Кстати, уже в первом квартале этого года Минску и Пекину удалось преодолеть негативную тенденцию в товарообороте. То есть отрицательные сальды для белорусской стороны, когда мы покупали больше, чем сами продавали. В первом квартале этого года Китай импортировал из Беларуси товаров примерно на 200 миллионов долларов. Экспортировали мы на 180 миллионов. Так что положительная сальда теперь на вашей стороне. В будущем мы намерены создать еще два совместных предприятия в китайских провинциях, чтобы импортировать из Беларуси комплектующие для сельскохозяйственной техники. Это будут два новых сборочных завода. Экономический эффект от сотрудничества растет фактически в геометрической прогрессии. За 23 года депотношений товарооборот между Беларусью и Китаем вырос в 100 раз уже второй год подряд, превышая рекордные 4 миллиарда долларов. Высокую планку стороны намерены держать в будущем. В главном эфире из Китая Ольга Макей и Виктор Шпак. Продолжение следует...